У нас очень интересная ситуация происходит, когда нужно запоминать все больше информации. Согласитесь, правильно? Информации становится все больше. Программы школьные, не знаю, становятся ли сложнее или нет, это не мне судить, потому что дети тоже более развитые. Но при этом, к сожалению, не дается инструментов для работы с этой информацией. Детям не предлагается способ запоминания. Мы даем детям запомнить вот это, вот это стихотворение, запомнить этот абзац текста. Как запомнить? Этого не дается. В принципе, если исследовать известным словам Ярошевского, память в школьном возрасте – это та основа, на которой у детей строится все мышление. Поэтому для меня это очень важно, работа с памятью очень важно, чтобы у учителей это понимание не только осталось и возникло, но и каждый учитель попробовал бы что-то изменить в работе с детьми. Мы не можем пенять на Министерство образования, на учебники, но не может Министерство все предусмотреть, не может оно все нам донести, что нужно для этого. И когда я работаю с учителями и с родителями, то появляется очень простой вывод, самый простой. Ты хочешь, чтобы твой ребенок хорошо учился, значит, ты должен сам с ним заниматься. В первую очередь, это задача родителей. Если у нас занимается 30 детей в классе, мы хотим, чтобы они хорошо занимались, значит, их надо научить учиться. Но учить, как можно запоминать информацию. Это первый, самый базовый момент, на котором может строиться в дальнейшем обучение и успех в обучении. Есть масса причин, по которым дети не хотят учиться. Но одна из них, очень серьезная причина, им трудно учиться. Они хотели бы учиться легко, в лед. Вот Наташа, она запоминает, послушала, она помнит, да? А я, блин, дважды прочитал и не помню. И все, вот он дважды сегодня прочитал, а через полгода ему уже неохота дважды считать. А почему? Его не научились запоминать. Если мы научим детей запоминать, по-другому, в 3, в 5, в 10 раз быстрее запоминать, вполне реально, для любого школьника. Все эти техники отработаны. Тогда им будет легче запоминать. Мне говорят, чего будет идти уже не как тяжелый труд, а как игра.